Мы продолжим с председателем общественной организации по правовому анализу и исследований Рамилем Искендеровым. Он с нами на прямой связи. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Рамиль, вы также, как мне сообщили, находились на месте проведения акции и протеста. Расскажите, пожалуйста, что вы наблюдали? Я находился на месте проведения акции и протеста с первого дня, с начала акции. И, естественно, на первый день участвовали более 100 представителей неправительственной организации. Но уже на второй день наблюдалось пополнение среди участников. И к нам присоединились также другие представители неправительственной организации, а также добровольческих организаций и представителей простого гражданского общества. И участники акции, как вы отметили в видеорепортаже, выражают до сих пор свою беспокойность с экологической ситуацией на территории нашей страны, а конкретно, где временно дезинфицируется миротворческий контингент Российской Федерации. И это серьезно беспокоит азербайджанских неправительственных организаций, а также экологов и активистов. И мы, как участники акции и тем неправительственных организаций, которые до сих пор там участвуют, которые тоже приехали присоединиться, они тоже выражают свою беспокойность с незаконной эксплуатацией о месторождении полезных ископаемых, а конкретно о месторождении золоторудного месторождения Газовулах, а также медного либиденового месторождения Демерли. И мы знаем, что, хотя я и не являюсь экологом, юристом, это влияет негативно на гражданское население, окружающую среду и биоразнообразие. И поэтому мы выражаем свою обеспокоенность. Но, с вашего позволения, я тоже хочу выразить свое мнение по юридической стороне вопроса, так как в этих месторождениях проводятся незаконные работы, согласно азербайджанскому законодательству, а конкретно закону об охране природы, окружающей среды, требуется конкретное разрешение на проведение таких работ. И государственная экологическая экспертиза должна проводиться касательно возможного воздействия таких работ в месторождениях на экологическую среду территории. А тут речь идет конкретно о территориях, где размещены российские миротворческие силы временно. И поэтому мы требовали проведения мониторинга на этих территориях. И это вполне законные требования. И мы, как неправительственные организации, использовали свое право на свободу выражения, свободу собрания. И мы требуем, что были проведены со стороны экологов, экспертов и неправительственной организации, мониторинга этих территорий и выявить возможные риски, последствия на окружающую среду. А также, и насколько мы уже, в принципе, знаем, что это не были получены необходимые лицензии и разрешения на такие работы. И это как раз именно с правовой точки зрения. Хотелось бы затронуть еще один момент, Рамиль Малим. Вот армянская сторона, как обычно, выступила с необоснованными претензиями уже к Азербайджану, заявив о том, что якобы дорога Шушаха-Анкинди была закрытой, и что армянские жители, проживающие в этом районе, они столкнулись якобы с угрозой гуманитарного кризиса, но МИД Азербайджану уже заявил, что данная дорога не была закрыта азербайджанскими протестующими. К чему вообще такие обвинения, тем более, что Азербайджан заявил уже о своей готовности удовлетворить гуманитарные потребности всех жителей армянского происхождения, проживающих как раз-таки на азербайджанских территориях? Да, конечно, я как непосредственный участник, очевидец происходящего, на той территории. Хочу сказать, что это не мы, не правительственные организации не закрывали дорогу. Это можно видеть и с видеорепортажей, и с фото. Это российские миротворческие силы закрыли дорогу. И те гуманитарные вопросы касательно транспортного обеспечения, даже и транспортных, кроме транспорта с военными целями, а также трансфера незаконных материалов, добытых непосредственно после незаконного эксплуатирования месторождений. То есть автомобили и транспорт с такими материалами естественно не могут там пропускаться. Но гуманитарные, все коммуникации касательно гуманитарных вопросов, там было и заявление по поводу медицинской помощи и так далее. Естественно, такие автомобили могут проходить. Но это как бы так же и российские миротворцы, которые закрыли дорогу, это и от них зависит, не только от нас. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что на связи со студией был председатель общественной организации по правовому анализу исследований Рамили Скендерли. Продолжение следует...